Битва за Азерот Но сегодня на повестке дня интересная тема, а именно влияние древних богов на Кул Тирос и Зандалар. Иными словами, древние боги в битве за Азерот. Проходя сюжет, мы сделали множество интересных заметок касательно их слуг. И в этом ролике мы хотим рассказать вам о новых культах на материках. Вам определенно будет интересно. Ну а пока реклама. FunPay.ru — первая вранатибиржа золота World of Warcraft. Более трех тысяч предложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Кстати, на FunPay торгуют не только золотом, но и прокачкой, прохождением рейдов и подземельей. То есть всевозможной добычей лута и многим другим. Хоть дополнение и называется «Битва за Азерот» и является собой новую войну между Альянсом и Ордой, большая часть его раннего контента на новых материках посвящена теме древних богов. В Легионе же мы наблюдали их явления лишь косвенно — в Изумрудном Кошмаре и Осуне. Теперь же нам демонстрируют распространение их порчи уже в открытую. Разработчики так и говорят нам. Они близко! Я понимаю, вам хочется поскорее все узнать. Многие из вас уже прошли сюжет нового дополнения, поэтому ничего нового вы скорее всего не узнаете. Но может быть вы упустили что-то? Другая же часть просто не знает. Начну я свой рассказ с Кул Тироса. Террасцы очень почитают море, для них оно свято. После победы над Друстами две тысячи лет назад отныне самым страшным кошмаром для морского народа стали чудовища, обитающие в морских глубинах. Детишкам часто рассказывали сказки на ночь о ктирах, проклятых созданиях, что насылают ужасы на земли штормовой долины. Дети не верили в них, как и не верили и все жители этих земель. Ведь на то они и сказки, что такого не бывает. Казалось бы, лишь жрецы морей знали об их существовании. Однажды ктиры явятся к Кул Тиросу, и тогда они должны будут защитить народ штормовой долины и всего остального государства от них. С недавних пор многие люди начали слышать странный шепот в голове. Он разрушителен, опасен, но столь обещающий. Он доносится из морей, что-то взывает с морских глубин. Кто же такие ктиры? Это всего лишь люди, пораженные проклятием древних богов, переродившиеся в их верных слуг. Их голова приобретает вид кальмара. Они начинают говорить на языке Темной Империи и служить своему повелителю. Странно, но жрецы морей должны были оберегать мирных жителей от ктиров. Однако, именно они массово поддались их порче. Правитель этих земель, лорд Штормсонг, самый сильный и мудрый жрец морей, был поражен проклятием. Ас-Шара исполняла волю своего повелителя. Она расширила влияние Анзота и завербовала под свои знамена множество новых слуг. Лорд Штормсонг – единственный, кто знал о судьбе пропавшего террасского флота. Ты окружен! Оглядись вокруг! Все, что я вижу, это заблудшие души. Штормсонг! Сэм, нет! Ты сам привел сюда свою погибель, Пайк. А я передам флот нашей спасительнице Асшаре. Флот был в сохранности, но находился длительное время в огромном шторме, где моряки сражались с нагами Асшары, которая желала заполучить этот флот. Если поработить моряков, превратить их в ктиров, они направят всю разрушительную мощь фрегатов на стены Баралуса, и тогда столица и все королевство падет в считанные минуты. А затем флот можно будет отправить и на более важные миссии. На помощь ктирам также были призваны несколько огромных безликих, личных слуг Нзота, но и они не смогли остановить героев. В конечном итоге мы остановили безумие Штормсонга и выяснили состояние пропавшего флота. На верфи мыса рыбака появились пожиратели разума, стремящиеся поработить местных работников. Пожиратели разума — это старое оружие древних богов. И самое простое — маленький осьминог просто запрыгивает к вам на голову, и вы в его власти. Силы древних богов проникают на мыс рыбака. Даже подводные обитатели оказываются под ударом порчи. А затем мы и вовсе сражаемся с личным слугой Нзота. Миссия ктиров провалилась. Тогда Асшара направляет множество Наг на лобовую атаку на Форт Дейлин, таким образом прорвав оборону людей с запада. Но и здесь терпит очередное поражение. Люди разгромили Наг и уничтожили гнев королевы. Можно точно сказать, что план древних богов по захвату Кул Тираса провалился. Или они проиграли лишь сражение. Совсем скоро должны показать ролик ликов войны, посвященный Асшаре. Посмотрим, что будет. В одном я уверен, слуги древних богов еще вернутся на Кул Тирас и дадут о себе знать. Также есть теория и о том, что король Друстов, Горок Тул, не просто так вернулся в этот мир, а ему помогли. О Друстах известно совсем мало и неизвестно, кому они служили в древности или же были сами по себе. Пугает их магия смерти, которая по своей природе и внешнему эффекту очень схожа с магией древних богов. С тем же Ишараджем, например. Все их ритуалы и обычаи схожи с Сумеречным молотом. Я не утверждаю, что они имеют причастность к древним богам, но теория довольно интересна. Особенно интересно, кто помог Горок Тулу вернуться в мир живых. И даже когда мы убиваем его в подземелье, умирает лишь его оболочка, а сам он грозится расправиться с нами в бесплотном мире. Теперь, что касается Зандалара. Все злые силы на материке прислуживают кровавому богу Гууну. И Энзод знает о его могуществе и видит в нем своего союзника. В древности могучий генерал Темной Империи по имени Митракс был побежден Ситралис и упокоен под одной из пирамид Валдуна. Еще тогда давно он смог разбить одну из защитных печати гробницы бога крови, что и позволило его силе частично вырваться наружу и поработить множество троллей. Теперь же он возрожден. Все окончено, генерал. Заговоры, ложь, убийства. Тебе некуда бежать от правосудия. Сейчас ты умрешь. Убейте его быстро. Хватит на сегодня страданий. Страданий? Вы еще не знаете, что это такое? Ну, я вам покажу. Нет, не может быть. Это он был последней жертвой. Мы ошиблись. И к нему вернулось его оружие. Кальмар Ксалзиикс. Он дожидался возвращения своего хозяина в мрачных глубинах. Кстати, именно с помощью него Митракс смог расколоть печать Ульдира. И вообще, кальмар его личное сокрушительное оружие. И Митракс концентрировал всю темную энергию на своем кальмаре. Тот превращал ее в чистый сгусток бездны и выстреливал с утроенной силой. Так, в конце кампании Орды на Зандаларе тролли не смогли остановить Митракса. И тот разрушил последнюю печать Зулдазара. А это значит, что бога крови больше ничего не удерживает. Пророк Зул предвидел это и не стал сопротивляться, дав королю Растахану пронзить его мечом. Ведь он знает, что скоро будет перерожден с еще большим могуществом. Что же мы получаем? Многочисленные атаки Нак на Култирос и пришествие к Тиров, возможная связь с королем Друстов и возвращение великого Митракса. Древние боги перешли к решительным действиям, но как всегда не своими силами, а используя врагов местного населения как свое оружие для достижения цели. Если на Култиросе герои смогли отразить их нападение, то на Зандаларе же, напротив, все обернулось поражением. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. А на сегодня все. Что вы думаете по этому поводу? Увидим ли Мензота в битве за Азерот? И какие еще сюрпризы приготовят для нас древние боги? Пишите все в комментариях. Спасибо за просмотр. До встречи.